Далеко не все родители располагаются лицами, чтобы в одиночку собрать школьника к 1 сентября. Поэтому в преддверии Дня Знаний администрация города провела акцию «Собери сирот в школу». В актовом зале администрации прошло собрание, на котором первый заместитель главы администрации Бадар Ахмедов, начальник отдела по делам молодежи Айшата Таева и начальник отдела опеки и попечительства Светлана Черепханова вручили приглашенным детям из малоимущих семей школьные принадлежности. Огромная работа делается. И вам пожелание от начала учебного года, всю свою возможность, и мы будем привлекать. Ваша задача вовлекать детей, чтобы они не сторонились, чтобы они не чувствовали себя отдельным, без минимума. В этом плане вам большая просьба тоже. В кафе «Мангал» по инициативе руководства благотворительного фонда «Инсан» была проведена подобная акция с участием представителей Муфтията Республики, членов общественной палаты и служащих городской администрации. Руководитель фонда по городу и району Магомед Ибрагим Гаджиев рассказал о цели проведения мероприятия. Фондом благотворительного «Инсана» были собраны 100 сирот. Это дети из города и района, из малообеспеченных семей. Сироты, как обычно, бывают и разные. За это мы очень их выбрали, чтобы они были малообеспеченными. Им сегодня будут выданы портфели, сумки, рюкзаки со всеми принадлежностями и плюс по тысячу рублей деньги. Как помощь, ну что-нибудь они, наверное, возьмут, что не хватает из одежды или что-нибудь. И пользуюсь случаем, хочу благодарить спонсоров сегодняшней акции. Их у меня очень много, потому что акция большая. В общем, дай Аллах им, чтобы им тысячекратно Аллах возвратил это все. Председатель общественной палаты города Хасавюрт Магомед Рассул Шейх Магомедов в своем выступлении подчеркнул важность мероприятия и выразил благодарность всем организаторам и участникам благотворительного концерта. Алхамдулилах, значит, есть люди, лицефон «Инсан» и разные общественные институты, благотворительные организации, которые уделяют внимание этой проблеме. И это отношение Хасавюрта отличается. Есть очень благородные люди, много рынков, представляющие свежий бизнес, предпринимательные люди. Я убежден, что их в последующем станет после нашего просмотра. И увидев эту ситуацию, услышал, они еще больше будут нести свой клад в это дело. В свою очередь, начальник отдела по межнациональной политике Раджаб Генжаев поздравил детей с предстоящим новым учебным годом и пожелал своим школьникам хорошей учебы. «Мы верим, что каждый ребенок достоин всего самого лучшего, потому что со временем отдаст миру столько, сколько мир вложил в него. Поэтому для каждого взрослого человека очень важно хоть что-то отдавать детям, которые нуждаются в помощи со стороны», отметил Генжаев. «Хотим пожелать детям хорошей, качественной, доброй учебы, чтобы дружили друг с другом, как с одноклассниками, так и с учителями, хорошо относились к учителям. Желаем, чтобы Всевышний направлял, помогал, сопутствовал в приобретении знаний, чтобы ваши знания послужили довольству Всевышнего во благо общества. Поэтому родителям хочу пожелать терпения. Также хочу попросить, чтобы воспитывали в детях патриотизм, дух, нравственные качества детей, чтобы в жизни всегда сопутствовало добро, мир и спокойствие. Спасибо». Для всех приглашенных детей организаторами были подготовлены не только пакеты со школьными принадлежностями, но и накрытые столы с разными угощениями. Также в рамках праздника детям была предоставлена возможность продемонстрировать знания в религии. «Осэр я говорил, как только кто-нибудь ухудшит, и что на польсах на днях ангел знаку о семьях нему постирает под ним крылья». Как отметили организаторы, на мероприятие было приглашено более 100 детей из многодетных и малобеспеченных семей. Курбан Герихано, Саман Гакаев, информационная программа «Пульс». «Хочу сказать спасибо вам!»